так плакаты можно собирать друзья плакаты плакаты с женщинами со стримершами голыми ебать нет нихуя покажет ничего нет голые стримерши должны просто пиздец узнает смогу найти всех пролог 2013 10 году на земле открыли способ лечения всех смертельных болезней в 315 технология дошла до россии на чтобы отмыл мэтт все озвучивал что-то он писал по-любому смысл целебной процедуры заключается в том что кровь больного заменялась ртутью впервые прям короче я прям старик он сидел писал это первые годы пользоваться этими могли лишь самые богатые но постепенно появились подпольные клиники которые предоставляли услуги замены крови на ртуть за небольшие деньги при этом число обычных людей которые заболевали неизлечимыми болезнями становилось все больше им уже не помогал ртутное лечение вскоре стало ясно находиться рядом с ртутными людьми а именно так называли те кто прошел приливание опасно в итоге мировое правительство ввело полный запрет на ртутные операции были созданы специальные полицейские подразделения охотников которые выискивали и уничтожали ртутных людей уменьшить вебку да на на и так маленькая достаточно но сами богачи и политики продолжали проводить переливание в итоге все это привело к народным буни пробел на сторону людей встали служители закона всех ртутных людей собрали отправили на марс землей стала править полицейское правительство марс разделили на две зоны внешнюю туда отправляли бедняков которые делали операции в подпольных клиниках и внутреннюю там жили бывшие сливки общества те поменять придется любому из-за худа поднять покой нет проблем так как внутренняя зона была организована самим политиками они полицейскими то жестко охранялась от любых попыток проникновения попасть туда можно было только за огромные деньги пройдя тест на лояльность во внешнюю зону отправляли ртутных со времени приливания которых прошло не больше месяца если прошло больше месяца то ртутный обвинялся в сокрытии своего статуса и его ликвидировали некачественные операции отсутствие нормального воздуха на марсе привели к тому что во внешней зоне люди стали мутировать превратились в ужасных уродов тем не менее туда продолжали отправлять ртутных людей пойманных на земле охотниками одним из таких охотников были вы жутик жутик какой-то меня зовут матвей ветров это же чувак из чата пиздец это же один из подписчиков я был хорошим копом поднялся от самых низов ловил обычных преступников потом меня повысили до охотника за ртутными все было хорошо зарплата друзья в отделении красавица жена это мэтт это сам мэтт лол сделал себя матвеем ветровым skylex эти большие за одиннадцатый месяц огромное спасибо чувак уже только стримеры и покупают чтобы подсосать 0 узнает стример сначала а потом еще кто-нибудь который всегда не поддерживал кроме тех дней когда я выпивал слишком много бурбона макс бейн чем так вот тормозно читаешь я тут проснулся да и вообще поебать я люблю тормозно читать чё так еще кофе хлебнул немножко такие дни она просто со мной не разговаривала бирк штин спасибо огромный дирк штин спасибо огромное чувак при подписку понимаю что мне хочется побыть одному один на игру до конца чтоб прочитать в титрах мое имя копея по одному после убийства ли отправки на марс очередного школьника которому родители пытались спасти жизнь перелива тут вместо крови но это всегда был лучшим решением в подписке ну приедь ко мне вырубит со второго компа как он для меня так лень пиздец тип за эти выруби может быть но это всегда был лучшим решением иначе он пошел бы в школу где через пару лет от рака умерли бы все его одноклассники короче меня мучили угрызения совести но алкоголь был хорошим лекарством футра фур он ступил день когда лекарства казались бесполезны причем не для меня для моей жены она заболела врач сказал что осталось года или два год или два я ушел со службы хотел быть не рядом к тому же ночью мне стали сниться кошмары про то что я оплатил своей жене переливание ртути а потом другой я форме охотника сером плаще убивал ее пиздец в таком состоянии работать было нельзя я нашел себя в другом деле стал таксистом тем более что мне разрешили оставить служебную машину все деньги уходили на поддержание стабильного состояния моей жены работать приходилось каждый день вечерами я пил а с утра с похмелья садился за руль общаться с умирающей женой было очень тяжело но без этого я бы окончательно спятил правок графом не симпатичный нарисованный это левчук все рисовал опять общаемся с женой и бать дорогой я понимаю что тебе тяжело но ты не должен так много пить когда ты работал в полиции то это был раз в неделю сейчас же каждый день я не хочу чтобы ты оказался на моем месте через пару лет жизнь не остановится если меня не станет треварика не знаю марина детей у нас нет цели мечты у меня тоже нет так что не вижу никакой проблемы в том что я не буду в том что я буду пить это слишком грустно если не буду пить то сойду с ума не представляю что мне делать дальше света в конце тоннеля я не вижу зато вижу дно в стакане бурбон внутри а снаружи бутылка детка хорошо больше не буду пить я давно уже планировал перейти на наркотики матвей ты неисправим я неизлечима ты неисправим такая вот ирония хотя может я тебя и полюбил за твой характер упёртый как черт за словом в карман никогда не лезешь помнишь нашу первую встречу ту драку в баре где какие-то гопники докопались до меня за стойкой как ты вывел их на улицу а вернулся один угостил меня выпивкой солгать тепло пахло краковской колбаской я готов был рисковать за тебя жизнью каждый день в барах я тоже был готов драться каждый день давайте со лжем не понравились другие ответ наверное был не настроение скорее всего очередной урод сделал переливание из-за которого умерла молодая соседская семья а эти уроды окончательно вывели меня из себя спасибо большое захарка нарисована пизда то правда спасибо большое приставать к такому ангелу как ты в странном баре давайте лучше про колбаску скажем не будем лгать ладно это не важно тебе надо идти работать чё с вебкой хочу с ней я поднял потому что сказали над поднять мне даже нравится что ты стал таксистом все-таки доставлять людей по местам значения это лучше чем доставлять их прямиком в ад отправляя ртутных в ад я тоже помогал людям я рад что моя нынешняя работа помогает тебе быть спокойно в тяжелое время тактист это временно когда тебя не станет хочу строить стриптизером окей давайте первый варик все что все чё с вебкой там свин ну здравствуй спасибо большое кэтс never die спасибо огромное за подписку честно говоря мне не так важно чем ты занимаешься любой работе ты будешь самим собой не придашь свои идеалы я был почти готов отвести тебя на ртутную операцию это ли не предательство идеалов нет идеалов кроме тебя детка наверно вот это лучше всего ответить она же вздыхает так знаете раньше я болел за локомотив теперь мне больше нравится спартак давайте скажем ей что она пиздата она же умирает лол ты можешь говорить все что угодно но нет человека надежнее тебя потому я и спокойно не из-за того что ты больше не на службе поцелуй меня иди работать я чувствую что силы покидают меня так что возвращайся пораньше нам надо будет поговорить с утра я выпил всего 300 граммов бурбона так что пришло время сесть за руль и поработать таксистом футбольчик можно еще очень покликать нет там картинка может этот плакат первый ебать полина сидоренкова это сараби кто это это кто это это gtf бое gtf бой лицо похоже это я добрый смайлик блять окей первый первый найден nice пошли дальше нажмите правую кнопку чтобы сменить курсора всего три передвижение описание разговора и так в квестиках бля смотри какая рисовка пиздата я не знаю вам видно это должно быть наверно это бомж сидит так разговор написано что следующем месяце грядет экономический подъем если повезет с доходом в этом месте вложу свой капитал кибер валюту смогу купить все новые печень кстати вас случайно рубля не найдется интересно этому зон тоже артификс писал пику у сука зачем же это пил если мне сразу сказали что это нужно было нюхать чё за углю дон там лежит ты-рюри 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 ты если увидите плакат то сразу пишите с женщиной а я вижу это он или нет это что такое деньги и хп нажми на помойку и чё будет ничего не а я down помойка из нее доносятся пиской шуршание скорее всего крысы или бродячий кот а возможно кто-то выкинул ребенка от помойки очень неприятно пахнет испорченным сыром и свежей блевотины когда я выбросил ребенка если можно было точнят это я нельзя выбрасывать детей я не выбросов не ни разу не бросал покажет это нельзя делать так ты-рюри ты-рю 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 ск-гейминг о я сел машину а можно пешком ходить интерес по городу за но уже сели чтобы начать поездку наведите курсор на ключ зажигания после чего нажмите удержите лкм до тех пор пока не взвется двигатель чтобы добраться до нужного места выберите его бортовом компьютере после после этого на миникарте появится метка данного места который может начать движение даже на вас и до управления чтобы повернуть нужную сторону включите соответствующий поворотник и не выключай его до тех пор как автомобиль не достигнет перекрестка я проебал плакат так его нельзя было взять или можно можно вернуться будет можно по-любому можно так удерживать с так выбрать на бортовом компьютере клиент 1 25 долларов и чё и так душа fm погромче а карта еще повернем автоматически ума поворачиваем так сразу налево еще она сама повернула мы жмем дабл ян поворачивать ебать это же прикольно что нельзя было наверно это всякого музона русского понапихать просто типа летний кафешки по любому там лицензии над было бы всякие покупать так рядом челик здравствуйте отличная у вас машина мне срочно нужно попасть на улицу запорожская 14 есть предпочтение как-то проехать нет выберите маршрут сами где пробок нет как вам удобнее короче я могу развернуться здесь нет вряд ли можно менять станцию о душа fm кей кул просто кей кул здесь реально надо поворотники убавить звуки так а если я сейчас отключу поворотник все она повернула заебись соу приехали он все он съебал нам дали денег так давайте прямой разворачиваться надо блять стоп чуть вообще играет душа fm по 2 радио не гоните помочь идет цинишка там на радио диджей хованский есть так еще найдем мэйби вон налево какой-то хуй ждет нас впереди ведьмак 3 от мира новелл я хочу приехать куда-нибудь мне интересно радио еще какие-нибудь открыть блять как я мог проебать журнал кстати блин как можно было проебать журнал я просто не понял что на него нужно интерактивным курсором нажать карточки и значки мне кажется по любому должны быть в игре сейчас кого-то нового чилика заберем добрый день меня пожалуйста отвезите на вокзал можно больше денег просить а вы знаете что наши тарифы выросли вдвое если точка назначения вокзал а вы знаете что я могу пожаловаться на то что мне прислали прислали пьяного водителя не просто пьяного водителя пьяного водителя насильника давайте отбросим эти дебильные шутки я боюсь опоздать на поезд зато ехать супер недалеко пара пау игра на 10 часов серьезно пиздец илья просто всю жизнь мечтала такой грешки где нужно ездить таксистом и болтать с челиками и просто сделаю и он просто заебался ждать и сделал ее блять реально интересно на 10 часов так все отвезли еще одного чувака третий клиент могу просто в город приехать или я должен пока что возить клиентов до живого года ждал о челик прям впереди впереди о ебать это же кузьма пиздец это же кузьма несколький проспект 47 окей в питере да если из прочей как можно проехать да если можно то сначала направо потом налево рядом с домом с воронами ебать какими воронами это рофл к мосту подъедем сразу в правый ряд встаньте а то в левом станете плотно и дальше уже сами окей ехать совсем недолго между прочим так налево повернуть я помню как на зоне мы шахматы лепили и сахара и хлеба и шашки иногда лепили нарды кости еще катали четки лол я не думал что здесь такое будет так плюс бабки чё это такое блять это у меня на улице я обосрался я думал что крадется кто-то к машине все едем дальше о можно домой поехать да просто прямо заебись у вас заглох двигатель а можно медленно ехать кстати и радоваться сейчас будет новая песня а нет это не новая песня ебать чё так громко чё они делают блять там война началась джей редхуд джей редхуд джей редхуд огромное спасибо так плакат можно взять быстрее там будет новая тянка новая стримерша блять он сюда не идет он сюда не идет чуваки он не идет в эту сторону ну что-то еще можно потыкать рекламный стол картинки на нем весьма бодро сменяют друг друга стараясь обратить внимание прохожих но рекламируются вещи которые вас мало интересуют да плакат пока нельзя взять окей видим пойдем домой блять ёбки наху вонючие вот а да о маг тупо окна закрыл да они блять строят как магазин там или что-то типа того или какой-то дом изнаношение на изменениях обойти надо было там у тебя самосвал что ли хуй знает чуть строят ебать как грустно жена глава 1 достижение начала она не звонила мне весь день я переживал и даже не поехал в бар решил нажраться дома а теперь повод будет моей жены не стало я ее очень любил она была всем что у меня было понятия не имея о чем она хотела мне сказать я уже никогда об этом не узнаю теперь мы с ней поговорим только на том свете и я даже хочу чтобы случилось поскорее потому что здесь на этой грешной земле и остался один впереди страшное одиночество которое придется разделить с воспаленным от алкоголя мозгом когда ты говоришь сам собой со своими галлюцинациями воспоминаниями своей болью этой боли нет конца больше нельзя прийти обнять свою женщину поделиться с ней тем что у тебя есть крыша нет я не использовал ее как губку для впитывания моего алкогольного бреда пока она была здорова когда она заболела я делал все носил ее на руках дело счастливый просто когда мне было тяжело то помочь мне могла только она теперь ее нет а я остался я бухал понимаю что это не новость но если раньше я пил то после ее смерти я бухал какой-то момент я начал видеть людей один был полным говнюком говорил что я шпион пытался ударить меня топором и отбивался от него вилкой когда кидался стульями второй был хорошим парнем с ним можно было выпить обсудить какие-то новости потом они пропали на их смену пришли харьки днем они меня не беспокоили зато по ночам кусали не могли они забраться только в ванну где спал последнюю неделю в конце концов я стал пить меньше видения пропали осталась только тишина который прерывал лишь небольшой гул в башке но его можно было заглушить всего тремя четырьмя бутылками пива подлечившись я решил вернуться к работе один фиг делал нечего с клиентами в машине хотя бы не чувствовал себя одиноким пусть некоторые из них были еще более пьяными чем я могли наблевать салоне или полтора часа рассказывать как им тяжело на работе спасибо огромное мехов за подписку стал зверушкой ходить научился все это было лучше чем спорить с воображаемыми друзьями и даже лучше чем игра в прятки с кровавыми хорьками которые хотели огрызть мои пятки короче как я уже сказал я снова вышел на работу и нужно так пойдем работать может найдем еще один плакат заебешься в жаре же сейчас там не очень жарко на самом деле так что все норм давайте добьемся еще раз ребят мэйби нет они говорят то же самое что описание вещей в квартире а кстати да надо было блять он пойдем зайдем может быть если можно может для проклики мне будешь использовать другой курсор но я так и делаю холодильник нему хранится пиво и портится еда заказанная в доставках протухшие суши засохшая пицца то чем вы питаетесь у меня кстати пицца все время просто валяется на полу она же не портится правильно ваша плита в юности до того как стали копом ведь вы собирали газовые плиты в одном из магазинов бытовой техники но сейчас все плиты работают на электричестве так как весь газ был сворован соседними странами не знаю у меня вот лежит все нормально достаточно удобно не нужно ходить в холодильник на вашем столе стоит верный бокал в котором плескается не менее верные виски ваша кровать если вы хотите увидеть очередной кошмар то ложитесь не с писем также в ней вы занимаетесь любовью с вызванными надо индивидуалками и самим собой стул на котором можно было бы сидеть и читать сказки засыпающим ребенку на детей у вас нет так что это просто стул по радио идет прогноз погоды потом будет передача о политике картина на болоте польского художника имя которого вы забыли болото людей прокликивать можно это ваша раковина под ней шкаф дверцы которого скрывает мусорное ведро неделю назад вы поставили ловушки от тараканов вроде помогло все так бомж похоже на древнегреческого философа который не мылся и пил алкоголь в течение десяти последних лет читает газету в позе мыслителем вы сохраняете робкую надежду что он не дрищет на стену вашего дома чуть спортивном костюме на спортсмена совсем не похож разве что на получившего очень тяжелую травму которая вполне вероятно уже привела его к смерти рекламный столб так как мы читали обойди мусорку как и обойти куда обойти не и нельзя обойти погнали на машину в машину странно что сплощи окна пропадают да и все лифт во всех играх пропадают под мусорка же у нас холода в томске спасибо днем вчера была снежная буря 20 сантиметров снега выпало но это не переношу жару пиздец спасибо большое чувак за стройблс в петербрюхе было жарко но сейчас похолоднее стало слегка ему зон клиент номер четыре что за песня это черников мэйби что-то связанная с дебенко так сворачиваемся у нас будет новый новый клиент час добрый день пожалуйста быстрее мне позвонил моя девушка она была очень взволнована мы должны спешить и уезжать скорей по адресу улице кирова 22 я боюсь что случилось погнали бля ехать далеко кстати я чуть не проебал поворот еще диалоги прокликивай на людей ну вот я вроде кликаю на всех людей которых встречаю водить такси кликая мышкой не нужно надо было езжать обязательно если отжимаешь w то машина останавливается все она просто встала так что не только мышкой друзья в каждом городе россии есть улица кирова не только в городе еще и в деревнях в любой деревне есть улица ленина или кирова мне кажется почти любой ебать ебать черт кто там что на приулке сиди здесь я должен выйти посмотреть я бывший коп все будет нормально похоже там среди бомжовских ссак лежит какая-то девушка но есть шанс что это не твоя так что посиди в машине пока я все не проверю я хочу все посмотреть мария была одной из первых ртутных известная певица которая заболела какой-то неизлечимой болезнью журнал на ее операцию собирали по центральному каналу т.в когда начались погромы и расчленили и скормили свиньям это грустно но ее тупые песни вам никогда не нравились адольф зачем так жить вы считаете что даже так жить лучше чем быть мертвым хотят еще не проверяли этого так я пошел для меня кстати комф любой момент может перезагрузиться из-за того что я исчерпал возможности доджить обновление windows он не берется это рову журнал это обманчивый журнал народное творчество дает безысходностью сейчас за граффити можно плотно сесть так что большинство творений нарисовано давно мы же мертвы прикольная мышь не ботиня минус башка жесткая мусорный контейнер в них выкидывают мусор части тела нежеланных так это мы уже видели ну он труп девушки из глаз торчит нож в правом кармане документы на имя карины в так и чё нам делать ментов вызвать пред артификс ну пойдем к челику наверно вернемся под вебкой журнал нет здесь ну ладно короче пойдем вернемся к челу и скажем что его же тёлка сдохла что что там та девушка которой мы ехали карина в это она да ее тело там лежит скажите что нет пожалуйста лучше ты мне скажи она всегда носила нож в своем правом глазу ладно шучу сиди не рыпайся я вызываю копов прикольно полиция здрасте привет матвей рад тебя видеть ну то есть блин рад нет не тут слово если учитывать обстоятельства но ты хотя бы живой ты ведь живой во всяком случае от трупов гораздо меньше воняет сивухой хотя конечно не всегда сожалею что марины больше нет она была прекрасной женщиной я сам конечно не проверял но знаешь ты выглядел счастливым рядом с ней как говорят раз женщина делает мужчину счастливым то либо она хорошая жена либо просто хорошо готовит и судя по тому какой ты дрыж женой она была хорошей ха ты был первым на месте преступления расскажи обо всем ехал в бар вышел поссать переулок смотрю тёлка мертвая лежит а из глаз нож торчит побежала назад машина у нее хмырь какой-то сидит свалить можно на чела просто это жестко я смотрю Андрей твое тупое чувство юмора тебя не покинуло короче я подвез клиента по адресу а в переулке лежала его мертвая девушка которая просила его приехать больше ничего не знаю если честно то я хочу поехать домой и нажраться да погоди и не торопись мы все это запишем да но ты сам то как не хочешь найти ублюдка который это сделал такая красивая девушка ей бы цветы дарить а он ей в глаз ножик воткнул послушай смотрю на тебя и думаю ведь работа таксиста это совсем не то высшие силы тебе мертвых баб подбрасывают чтобы ты на службу вернулся согласись ведь не бывает таких совпадений возьмешь это дело разомнешься ты пошмаляешь плохи шеи потихоньку поднимешься наверх снова станешь охотником разве тебе самому не хочется вдруг это я ее грохнул хрен его знает вроде что-то хочется но по-моему хочется не искать убийцу а нажраться или типа того звучит неплохо но я боюсь что не справлюсь я уже не тот что раньше чушь и не неси твоей жены больше нет пойми я знаю что ты страдал из-за угрызения совести что не мог работать думая о том чтобы спасти ее с помощью ртути но теперь все изменилось пиздец 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 но теперь все изменилось ты свободен от этого ситуация с преступностью ртутными очень жесткая город буквально гниет ты можешь помочь нам и себе или ты хочешь спиться и сдохнуть в канаве вот шо запиши адрес нашего участка он переехал в новое здание дуй туда иван эдуардович остался бросом я предупрежу его что ты приедешь он отдаст тебе это дело введет курс текущих событий объяснит как и что может еще станем напарниками как раньше дружище прикольно мы становимся снова полицейскими похоже я согласен но только потому что очень руки чешутся в друзей пострелять в друзей людей пострелять не очень хочется соглашаться но выбора нет так и быть спасибо андрей ты всегда был хорошим напарником наверное вот это по фрейду по фрейду это если бы я сказал друзей ебать а не стрелять в них убью друзей убью родных пиздец спасибо артификс за 15 тонн так гайс давайте посмотрим на всех хочу журнал смерть наступила совсем недавно похоже что ее просто убили на первый взгляд следов изнасилования нет какая красивая девушка ей бы еще жить да жить могла бы и хорошую работу найти такую бы и в бордель взяли наверное и хорошая работа блять почему я не могу взять журнал я же никогда не найду других если тут будут трофл журналы которые байтят как бы подходить к ним так девитос машина патрульных которых вы вызвали когда обнаружили труп девушки может у тебя игра зависла да не мне кажется они просто скрыты лучше не на копов нельзя нажать а вот да уж не ожидал я в этом переулке найти что-то кроме парочки пьяных бездомных никому помешала эта безобидная девчонка симпатичная конечно но это же не повод убивать могли бы просто изнасиловать и отпустить нет я тебе серьезно говорю у них лучше кофе в городе лучший я постоянно там покупаю самое главное что если тебя там запомнят то сделают неплохую скидку либо как вариант буду давать бесплатный пончик окей так все вроде посмотрели тут управляемся управляемся устраиваться на работу заново 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 так ебать можно в бар поехать магазин какой-то вон поехали в бар блин так далеко жесть вон похуй тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю так советую купить одну аптечку кстати магазин прямо там находится где бар хотя лучше все таки заехать сначала в магазин ой в бар потому что иначе придется потом разворачиваться тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю Ну, типа, у Челика умерла жена, раньше он работал убийцей ртутных людей, блядь, копом. Раньше она жила, блядь, жила жена, то есть она еще умирала только. Сейчас она сдохла, и у него вообще бугурт жесткий от этого произошел. Депрессия пиздецовая. Хочет выпилиться, но в итоге ему подвернулась работенка. Старая. А так он работал таксистом. Так, Билли Боб Бар. Еще один бомж. Кто-то нассал. А может просто тень от арки так падает. Ну, а тень редко пахнет саниной, так что это точно моча. Эй, дружище, помоги творческой интеллигенции протянуть до завтра. Дай 3 рубля, а то согреться нечем. Я думал, что если обоссусь, то согреюсь. Сначала было тепло, но моча стала подмерзать. Два рубля тоже помогут. Ну или рубль хоть дай, или на сына меня снова. Сына меня снова. Так. Это Питер. Похоже на то. Сто процентов, я бы сказал. Тут был Невский проспект недавно. Как бы я уверен, что это Питер. Эй, это ты. Привет, заходи. Только если опять нажрешься и будешь пылевать пиво на голову посетителям, то мне придется отправить тебя домой на такси. Еще до закрытия. Так. Блядь, в любом журнал где-то есть. Я только один нашел пока что. Неужели у меня правда забаговало сыграет? Качу журналы со стримершами. Гигантский мужик с лицом младенца. Весьма тупого и боковатого быдла младенца. Вон журнал, вон он. Да тут даже нет рофл журнала. Так. Рожу убили Боба на вывеске. Весьма мрачная. Будто он только что отведал пиво, которое подают его в собственном баре. Вывеска на шлежке для студентов, хипстеров, бездомных и других представителей социального дна. Ваш любимый бар называется Билли Боб. Один раз нажми на помойки. А, бля. Сейчас нажму. Блядь, у меня ебучая татуировка прилипла к коврику для мыши. Но даже если бы он назывался Дерьмовая дыра, вы бы все равно сюда ходили, так как третье пиво здесь всегда бесплатно. А ведь скорее льют чуть больше, чем нужно. На всяком случае вам. Так, давайте дойдем. Блядь, я, получается, проебываю журналы-то жестко. Мне их спермой мазать. Нужно мазать спермой, мне говорили. Почему я не могу взять? Может, мне перезайти в игру? Как и сохраниться еще? Можно засейвиться? Это не журналы. Это мусор. Окей. Так, все, заходим. Это Роффа журнала. Это Сигал сидит? Или это Мел? О, привет. Черт, весь день сегодня за баранкой сидел. Ёкарный бабай. Сил вообще не осталось. Хоть пивка теперь попью. Надо будет еще с собой домой взять бутылочки три. Какой-то гопник. Не, только посмотри. Кто же играет в такой тактике? Надо было выставлять четыре защитника. Даже мой парень это понял бы. А профессиональный тренер не понимает. Хм. Болгогеев. О, это что, мини-игра какая-то? Да ладно. Автомат с какой-то идиотской игрой. Там Underground Man. Для вас всегда было загадкой, зачем он тут стоит. Однажды вы были настолько пьяны, что едва не помочились за углом этой огромной хреновины. Можно столько всего посмотреть. Что за чел? Сразу видно, что этот человек очень устал. Поза для сна не слишком удобная, но когда ты пьян, то тебе наплевать на такие мелочи. Этот мужик работает таксистом. Вы его знаете, но не слишком хорошо, чтобы вам было о чем поговорить. Этот человек пришел смотреть футбольный матч и пить пиво. Вы недолюбливаете фанатов спорта и считаете их придурками. Акция из разряда третьего пива бесплатна, которая радует сердце и кшелек любого пьяницы. Широкий ассортимент алкогольных напитков, но контингент предпочитает самая дешевая пойла. Так что бутылки с дорогим алкоголем стоят на полках месяцами. Вот, давайте общаться. Матвей, привет! Как твои дела? Приходи, садись. Я уже наливаю стаканчик бурбона, чтобы ты поскорее согрелся. Пойдем, сядем. В правой части барной стойки журнал. Да не может быть, вы баитесь опять. А, там журнал! Ебать, это правда журнал. Рита Гутман. Рита Гутман? А, это художник Рита Гутман. А кто женщина? Цирилла? Рилли? Это Цири. Назад, окей, найс. Фу, это правда журнал. Так, нам нужно сесть. Блядь. Сюда. Да? Ну, здравствуй, брат. Или нет? Борисон Бир. Нам не нужно садиться. Мы, по сути, здесь вообще быть не должны похоже. Спасибо большое, Борисон Бир, за 16-й месяц. Бармен, самый близкий друг Пстителя. Во всяком случае, пока у Пстителя не кончаются деньги или силы пить. На экране телевизора показывают какой-то спорт. Ну, вас это не сильно интересует. Так. Все валим, наверное, в магазин. Если, правда, аптечку надо купить. Хотя, видимо, это был Рофл. А может и нет. Хуй знает. Так, нам нужен магазин. Ебать, она еле заводится, эта Волга. Еле, еле. Блядь, я в другую сторону развернулся. Ебаный в рот. Нам похуй. Эту музыку можно подслушать. Я специально выбирал маршрут, чтобы удобно заехать в магазин. Проходить Бэтмена продолжать, да? Да, потом, как раз. Ну, после Бладборна будет Red Dead Redemption. Потом, может быть, Бэтмен, хз. Геймплей хардовый, но с сигаретами полегче. Да в Рофлите, это как увеличение настроек, улучшение настроек графики в Underground Main. Я помню, все писали увеличь, блядь, графон. Ничего нельзя было увеличить. Спасибо большое, Шумейли, за 6 месяц. Спасибо огромное. Белочкой стал, yes. Yes. Ну, ты увеличил, да? Ну, ты увеличивай, увеличивай графон. Графон получай, блядь. Так. Давайте другую радио врубим. Факер. Сам Факер пожаловал, друзья. Сам мистер Факер взглянул. Видите, какой-нибудь смайл для Факера, который вы считаете нужным отправить ему. Уже в продаже. О, это отсылка к Блэдраннеру. Урод. Урод. Кто эти ребята? Кто эти все дорогие люди? Это все правильно. Это, конечно, очень важно. Но так ли важно тех условиях, в которых находится пролетариат? Гнабят нас, как свиней. Хрюхать хочется. Парень в кепке ест шаверму. До исторического переноса столицы 1024 года шаверму в вашем городе чаще называли шаурмой. И ее не было возможности... Ее было невозможно съесть. Сейчас ситуация изменилась к лучшему. Не, я тебе так скажу. Под пивко сойдет. Но мясо здесь испорченное. И разваливается вся, как твоя старая мамаша. Еще и поссать в магазине негде. Больше семерки я тут поставить не могу. Шаверму патруль. Так, окей. Это не журнал, кстати. Это рофл журнал. Не настоящий. Мы научены опытом великим. Круглосочный магазин 5 минут. 5 минут. Участвую в розыгрыше. Чипсы, газировка и другая не очень полезная для человека еда. Вы предпочитаете травить свой организм более натуральными гадостями. Автомат с минеральной водой. Иногда приятно с утра пропустить стаканчик, особенно если под рукой нет пива. Автомат с сигаретами. Иногда приятно с утра выкрутить сигарету другую. Особенно если под рукой нет стаканчика с минералкой или пива. Семенов. Сначала все рассмотрим. Продается похож на студента. Тощий, прыщавый и в очках. Алкогольная продукция. Там журнал? Я вижу журнал. Дешевле, чем в баре, но домашнее пьянство вводит вас в депрессию. Так что обычно вы берете мало. X-Rezvan, 14 месяц. Спасибо огромное за переподписку. Не больше шести банок пива и одну бутылку крепкого. Так. Naked Motherfucker, кстати, рисовал. Который нарисовал арт для стримхата помойников. Ну здравствуй, брат. Мех. Спасибо большое RLST за второй месяц. Спасибо, чувак. Так, давайте общаться. Ебать, можно реально покупать что-то. Ну здравствуй. Аптечка. Аликс Твист еще подписался тоже. Спасибо большое за переподписку. Плюс сигареты. Окей, я купил ей сигареты и аптечку. Найс. Здравствуйте, вам наверняка будет интересно узнать, что сегодня у нас пиво по скидке. Стоп, я могу? Да я мог купить пиво, но у меня 2 доллара осталось. Так. Что-нибудь еще здесь посмотреть, может быть, можно. Светхуй не уже видели. Холодильник с замороженными полуфабрикатами. На вкус просто жуть, но если нет денег на доставку или просто лень заказывать еду на дом, то вы питаетесь именно этим. Похуй, уходим. И поехали, наконец-то, уже в полицейский участок, где нас могут восстановить на работе спустя столько лет. Так, и полиция. Отдел полиции. Ес. Нихуя, он очень далеко. О. Это опять про кабана песни, по-моему. Или нет? Или это другая песня? Посмотри, какой он по счету, чтобы, знаешь, кто-то проебал. Кстати, да. Е-е, пасть. Тут рандомно, короче. Смотрите, другое радио. Я проебал все журналы. Но, видимо, они просто рандомно раскиданы. Наверное. Я надеюсь на это. Или думаете, нет? Дальше я попью воды. Тю-рю-рю, папиросы. Ты прибал 10 штук. Нет, 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 не может быть. Вы бы мне не позволили это сделать, лол. Так. Бля, попольная муточка. Бля, она протухла уже, похоже. Просто она протухла. Это вода, блядь. Может быть, сдохнула. Кто первая тянка? Это ГТФО БАЕ. По-моему, было. А дальше я не знаю, к сожалению. Так. Рот налево. И мы, наконец-то, приезжаем. И мы, наконец-то, приезжаем в полицейский участок, друзья. Покажи плакат еще раз. Давайте сначала соберем побольше. Потом уже посмотрим все. Так. Тут же есть машина. Какого-то уличного художника не слишком испугал наличие под боком полицейского участка. Так что на стене появилось довольно стрёмное граффити. И что он всегда смотрит в окно? Странный какой-то. Кто? Там кто-то стоит. Полицейская машина. О, журнал! Это Скума Кэт? Или нет? Окей. Неплохо, неплохо. 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 Рекламный столб уже смотрели? Гоу. Заваливаемся. Пок-чамп. Что за бомж там спит? Похож на Петьку из игры. Комфортабельный обезьянник со всеми удобствами. Этот задержанный выглядит очень наглым и постоянно что-то выкрикивает. Начальник, алло, вы с кем не обсадили? Он же обгадился, блядь. Заберите его отсюда или пусть все вымает. Возможно нормально сидеть. Начальник. Пахом. Некоторым спать на полу нравится больше, чем на шконке. Впрочем, этого гражданина могли вежливо попросить спать именно на полу. По тем или иным причинам. Так. Если вы сажаете кого-то в обезьяне, то обязаны ставить подпись в этот бланк. Если вы пускаете, то тоже. Похожим образом приходится отмечаться тем, кто чистит сортиры в ресторанах быстрого питания. Но их работа намного приятнее. Так, журнал, наверное, должен быть где-то тут. Наше рабочее место, нихуя себе. Мы еще даже не устроились. Ваши коллеги обсуждают какое-то дело. Или мы уже устроились? С нами... Там уже челик поговорил. Типа. За нас, так сказать. Вы не хотите им мешать, так как сами не любите, когда в вашу работу кто-то лезет. Так. Hello? Ну вот. О! Он похож на дукалица. Кудрявого. Иван Эдуардович. Добрый вечер, Матвей. Я рад, что ты вернулся. Я всегда знал, что такой спец, как ты, не сможет долго просиживать штаны в сраном такси. Всегда знал, что такие, как ты, должны просиживать штаны в сраной полицейской машине. Надеюсь, что ты не разбил свою старую, потому что новую мы тебе выдать не можем. Но зато мы выдадим себе этот значок первого отдела. Будешь заниматься убийствами и другими незначительными преступлениями. Не думал, что когда-нибудь доживу до того момента, когда убийства будут считаться мелочью. Но таковы реалии. Через пару месяцев и пару дел снова будешь охотиться на ртутных. Но мы должны быть уверены, что ты еще способен держать пистолет прямо. А пока вот это твой табельный револьвер охотника Алиста версия 1. Вообще, ты должен начинать с резиновой дубинки, но я не могу выдать такой мусор тому, кто когда-то охотился на ртутных. Револьвер этот слабый. Чтобы получить ствол получше, работай как можно усерднее. Тогда, возможно, у тебя останется время для халтуры, которую тебе будет подкидывать оружейник. Ну, там район, с гопотой зачистить и все такое. Небать. Я уже потерял, где читал. За это он будет снабжать тебя более крутыми пушками. Не спрашивай, как это работает, в этом нет никакой логики. Просто так было всегда. А если часто задавать вопросы, как устроен мир, то можно сойти с ума и спиться. Хотя ты, похоже, уже прошел оба этих этапов. Если на миссии ты ограничишься только поимкой злодея, то получить новый ствол не получится. Теперь самое главное. Добравшись до цели, ты имеешь право казнить ее, нихуесе. Отдать под суд, либо оправдать. Если выносишь оправдательный приговор, то закрываешь дело и получаешь за него все полагающиеся бонусы. Но учти, что мы больше не сможем привлечь подозреваемого по той же самой статье. Так что лучше так не делать. Только если ты уверен, что у него была адекватная мотивация своих поступков. Если отдашь под суд, то он даст справедливый срок. Либо депортирует на Марс Крутутным, где осужденный и справедливо сдохнет. Если видишь, что человек опасен, и его деяния тянут на смертную казнь, то приводишь ее в исполнение на месте. Теперь о том, как идет дело. Я даю тебе наводку, ты вбиваешь ее в свой рабочий компьютер. Компьютер выдаст тебе адрес, который связан с этой наводкой. Вбиваешь его в полицейский навигатор, в своей машине едешь туда. Все очень просто. Ты все понял? Можно еще раз с того момента про сраные штаны. А то я что-то залип, когда о них услышал. Вы могли еще... Вангри мне все это не рассказывать, я уже был копом. Не могу сказать, что было легко, но я понял практически все. А то, что не понял, постараюсь понять эмпирическим путем. Давайте про обосранные штаны, окей. Ебать. Вот это твой табельный револьер, охотник Алиста. Вообще ты должен начинать с резиновой... А, стоп. Блядь, он реально повторил все. Понял. А можно еще раз? Я, конечно, знал, что алкоголь может превратить человека в дебила. Но это... Короче, вот твой пиф-паф, иди в пух-пух в людей. В компукторе адрес, чух-чух туда, чтобы пиф-паф. Спасибо, это мне гораздо понятнее. Так. Все, отправляемся. Автомат с кофе, его обычно предлагают задержанным. Сами копы берут кофе в кофейне через дорогу, потому что кофемашину из этого автомат чистили лет 20 назад. Это отсылка к полицейскому участку и кофе, в который нас ссали, по-моему. Из РП. Так. Все, гоу. Пара-ра-па-па-па-ра-па-пау. Тупо наше рабочее место. Тянучка. Наша бывшая жена. Мертвая. Рикар-огонь. Возраст неизвестен, ничего неизвестно. Лидер авторитарной деструктивной секты, пунцовый шершень, лично заявляет, что рожден в районе Выхина в 1000 году до рождения Христа. Настоящая дата и место рождения неизвестны, как настоящее имя. В секте верят в то, что ртуть не единственный путь к исцелению всех болезней. Так как настоящим и безопасным способом лечить людей от серьезных заболеваний является трансплантация органов. Людей доводят до состояния, в котором они верят в свою бестелесность и независимость от конечностей, после чего пускают на органы. Тех, кто переживает операцию и остается инвалидом, отправляют на Марс. Ходят слухи о многочисленных сексуальных контактах лидера секты со своими последователями. Адрес главного офиса Ленин 12. Окей. Все, поехали. Как выйти? Так. Мы же тут, по-моему, появились. Вот тебе, Инстаграм. А я видел это. Так. Очень важная инфа. Поехали. Заводимся. Адрес преступника. Сектор. Ебать. Другая часть города. Погнали. Трава. Жрут кошмары. Жрут кошмары. Весь в той банде на зоне. На зоне, в банде. Главарем был я. Главарем. Так. Весь город хуярить просто. Весь город ебашить. Дэди Бастард. Здравствуй. Брат. Здравствуйте. Дэди Бастард. Огромное спасибо, Дэди Бастард. За седьмой месяц. Я уже показывал. Пока обмазываю спермы ее. Может потом. Когда она заживет, наконец. Будет норм. Вот бы еще рандом-энкаунтеры какие-нибудь происходили. Типа. Едешь такой, едешь. А потом хуяк с тебя останавливают. Гайцы, например. Или еще что-нибудь происходит. Какой-нибудь бросается под машину. Какой-нибудь бомж. Например. Клип. Что за клип? А потом посмотрю. Да я леела мою ногу. На выходе из токсин, например. Какой-нибудь бич. Когда уж с апдейт. Да я, наверное, не сегодня хз. Или сегодня лучше. Я не знаю. Можно другой день провести просто. Похуй же. Мы приехали к преступнику. Мы приехали к преступнику. Пунцовый шершень. Гигантское кирпичное здание, от которого мурашки бегут по коже. Насколько вы понимаете, помните, раньше тут была больница, в которой лежали больные туберкулезом. У которых уже не было надежды поправиться. Потом она закрылась и сюда переместилась лечебница для крайне опасных сумасшедших. Когда ее не стало, в это заброшенное здание снова потянуло людей, которые не дружат с головой. Журнал, журнал, журнал. Нету. Смотрите, у нас есть удостоверение. Стандартные стд. Наносят урон. Шанс крита 1%, урон 5. Окей. Гоу. Добро пожаловать. Стоп. Нельзя посмотреть, кто он. Окей. Здравствуйте. Вы хотите присоединиться к нашему духовному движению? О, журнал! Это правильный выбор. Вы не только обретете истинное здоровье, которое столь редко в нашей спорченной ртути век, но и сможете выучить японский язык. И это еще не все. Наш лидер, Рикар Огонь, поможет открыть вам духовные клапаны, которые до этого были забиты заботами и тревогами. Звучит здорово. Всегда мечтал смотреть любимое аниме на японском. Пустите меня внутрь. Ебать. Ебать. Алиноид. Кто это? Знаете стримерш? Сиськи интересные достаточно, это правда. Перестрелки. Левая кнопка мыши выстрел, R перезарядка, E открыть дверь, выйти из комнаты нельзя, если в ней остались враги. Держит шифт, чтобы осмотреться. Ебать, это же Hotline Miami. Чтобы выбрать нужный из доступных вам типов бэква, скликните. Ебать. Лол. Супер сложно. Ебать, я не успеваю отойти просто. Пиздец, я не успею отойти сейчас. Минус. Блядь, 50 хп, 45. Уличивает скорость передвижения, перезарядки, лол. Окей. Аптека. Full хп. А тут мы ничего не можем смотреть. Сейчас покурим. На другой локации. Или здесь лучше? Мне лучше на другой локации, наверное. А, на ней открывать дверь, точнее. Сейчас. Налево. Вниз. Один, два или три. Один, два или три. Пойдем направо. Или налево. Ебать. Блядь, я долго курю. Давай, 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 быстрее. Блядь, я сейчас сдохну от курения. Да, курение топовая тема. А на сколько этот баф дается, интересно? Блядь! Я же могу за этой хуйню прятаться, наверное. Нет? Пиздец, ни разу не попал, блядь. Блядь! Минус. Минус. Убит. И что, у меня больше нет аптек. А вот баф показывает, сколько еще будет идти, понял. Мы можем что-нибудь подбирать с них. Может, аптека выпадет? Может, можем доставать что-то из шкафчиков? Блядь, я сейчас вдохну скоро. Очевидно же, что я не вывезу. Сигарет надо было больше. Вы не врали. Давайте обновим сигареты. Блядь. Блядь, я Патрик. Стреляйте, стреляйте, байт на стрельбу. Я застрял вот в чем-то. Уходим. Блядь, 35 хп всего лишь. Там еще босс, наверное, будет, этот огонь. Отходим, отходим, отходим. Минус. Нет, нет, быстрее. Отлично. Хочу хп, хочу хп. 35 хп это очень мало. Сигарет больше нет. Надо быстрее валить вперед. Ебать. Да я застрял в ящике. 30 хп, 25 хп всего лишь. Блядь, сигарет больше нет. Минус. Блядь, я Патрик. Пиздец, я Патрик. Найс. Хуй знает. Остался, видимо, один босс. Плис. Пожалуйста, хилка любая. Любая хилка. Нет, нихуя, короче, ни одной хилки, блядь. Может, можно разрушать ящики? Нет. Зато патроны бесконечные. Это радует. Стоп. Я же не отсюда пришел. Нет, по-любому босс здесь, наверное. Патроны. Ебать. Ну все, пизда. Пока не перезаряжаюсь. Просто пытаюсь отойти подальше от этих бичей. Нужно отойти подальше, и тогда возможно перезарядиться. Но я хуй отойду подальше просто. Вот сейчас. Быстрее. Найс. И ни разу не промахнуться. Попал. 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 Все, идем дальше. Подальше, подальше, подальше отойти, самое главное. Отошел. Быстрее перезаряжайся. Отлично. Попал. Еще раз. Блядь. Все. Такая же тактика. Пусть у нас не уловим. Перезарядка. Я Патрик. Найс. Ебашим босса. Блядь. Так. Я хочу сигарет. Нужно больше сигарет. Перезарядка. Не соснуть здесь. Отлично. Блядь, Косыгин ебаный. Тут нужно долго идти сейчас в нижнюю часть комнаты, потому что они слишком близко. Они разъебут меня при перезарядке. Тупо разъебут. Все. Блядь. Не попал. Косыгин. Ааа. Застрял в столе. Пиздец. 15 хп. 15 хп застрял в столе, потому что. Отлично. Так. Неблан выстрелил. Уходим. Успеем. Раз. Два. Минус два. Блядь. Ебаная хуйня стоит. Нет, он сейчас убьет меня. Ай. О, да. Смотрите, анимация. Интересная у него. Огонь повержен. Он лежит у ваших ног. И вы понимаете, что это тот самый парень, которого вы подвозили с утра к месту преступления. Прикиньте. Так что, послал кого-то, чтобы убить ту девушку, а? Потом поехал проверять, выполнили ли задание. В чем она была виновата-то? Попыталась выйти из вашей дурацкой секты? Дурак. Ты ничего не понимаешь. Это все часть плана, чтобы расправиться с ртутными, ведь из-за них все проблемы на Земле. Их надо уничтожить и тут, и на Марсе. Заменить на безумное переливание трансплантаций. Карина была ценой, которую надо заплатить. Она моя лучшая ученица, верившая в меня и мои идеалы. Понимавшая на что и почему она идет. Она сама просила убить ее, я это сделал сам, хотя обычно мы не отнимаем жизни. А вернулся я туда только для того, чтобы увидеть тебя, бывшего охотника. С тебя все началось, это ты ее убил, а не я. Я просто исполнил ее волю, а ее судьбу определил ты. Не суди меня, подумай сам. Неужели ты хочешь уничтожить те знания, что я несу в себе? Многие из моих учеников теряли конечности. Внутренние органы теряли жизнь ради того, чтобы дарить возможность спокойно жить новым поколением. В твоих руках будущее. Оно может быть не просто светлым, оно может быть пунцовым. Если убьешь меня, то отберешь у людей надежду на спасение. Если осудишь, то ничего не добьешься. Его можно отправить на суд, казнить или отпустить. И чат. Чат. Я ебанусь нюс пока что. Забавитил своими сигаретами. Убить, выебать его. Казнить, отпустить. Че можем сказать? Я не уверен, что... А, это я говорю. Я не уверен, что могу понять всю глубину идей пунцового шершня. Пусть тебя судит история, а не я. Или обычный суд. Вдруг твои безумные опыты принесут пользу человечеству. Ну не, никак не отпускать, вы че. Знаешь че, мудила, блять? Я такого урода, как ты, даже в зеркале ни разу не видел. Думаю, что мир будет лучше себя чувствовать без тебя и твоих безумных учений и опытов. Я не понимаю, о чем ты говоришь, но ты явно опасный придурок. Пусть тебя осудят и отправят на изучение в дурку или Марс, где тебя прибьют те, кого ты лишил нормальной жизни. Короче, урод ебаный. БАМ! Видели эту анимацию? Это как Гизма, блять, в флаути 2. Или флаути 1. Один, по-моему, умирал. Инквизиция, созидатель. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Там не был журнала, кстати. Могу я туда еще раз зайти? Нет. Плохая концовка? Ну похуй. Концовка какая-то Может она хорошая наоборот Это вы опять говорите, что плохая Ты прав уже, может там еще раз Так Что, домой поедем? Или в отдел полиции? Ебать, у меня денег, кстати? Нет, не в отдел полиции У меня денег дохуя Пиздец Поехали в магазин тогда Срочно Разворачиваемся 252 доллара просто У меня было 2 А там еще оружие не появилось Окей Тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю Спит бэшмарк Объебался спидами Не знаю о чем Не знаю о чем-то Спиды это хуйня какая Звучит отстойно, по крайней мере Ебать, что там было за песня, кстати, новая У тебя скоро минус рот и живот Пошло оно нахуй И рот, и живот В пизду его Так Здравствуйте Магазин Я пришел покупать что-нибудь Студент Продавай мне хуйню Аптечка Запас 340 стоит Охуеть Но это, видимо, выгоднее Хотя Нет, это просто Пачку можно купить Было прикольно, если было выгоднее Там 300 хотя бы стоило Так, давайте купим 2 аптечки Нет, даже 3 аптечки И дохуя сигарет Прям запас сигарет Все Срыгиваем К оружейнику Там новый открылся чел Это оружейник Так Мне нравится звук Ебать Как будто аматори начинают играть Или этот Animal Jazz Го Где он? Ну не очень далеко, в принципе Едем Пиво потом заедем Купим Я просто боюсь, что мне не хватит на патроны Какие-нибудь модные Или Оружие новое, может быть Ебать Купим 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 Спасибо, что он сделает за 17 месяц Ебать Музон какой-то Я, кстати, не смотрел Дебенко, но музыка прикольная. Посмотреть Дебенко может ХЗ. Думаю, что посмотреть. В последнее время я смотрю каких-то челиков с Самары Гопников. Называется Дух Провинции. Мне кажется, мне Дебенко зайдет точно. Ласка, удачно вас три малословия. Спасибо большое за второй месяц уже. Огромное спасибо. Так. Какие-то чуваки модные стоят. Суприме чел стоит. Какой-то фейс. Давайте доебемся до них. Молодые парни, хотя вам кажется, что среди них девушка. А может и не одна. Естественно, среди обитания. Эдди Доль, тебя мы на вписочку звать не будем. Там что... А, да, фараон, а не фейс, лол. Так что не отсвечивай тут. А тебя, кстати, копом разит за километр. Набухлом за два. Хе-хе. Бля. Я пока не хотел заходить. О, журнал. Это Натали Мур. Пиздец. Меркьюри Мэн. Классный час. Так, здравствуйте. Кстати, а почему нет ссылок на твич-каналы? Я думал, что тяньки дадут ссылки. Чтобы пропиариться немножко. Хотя мы сами можем их отглядывать. А про пожаловать мой оружейный магазин. Прежде чем приступить к покупкам, я хочу предложить тебе сделку. У меня есть заказ на отстрел одной банды подонков. У меня не хватает времени на это. Так что можешь выполнить эту грязную работенку за меня. А в качестве награды я продам тебе улучшенную версию нового пистолета по цене обычного. Ну что, как тебе предложение? Хорошо. Отличное предложение. Чё, типа надо идти в машину и... Там опять футбас идёт. Поедем убивать челика. Этот человек выдаёт стволы и продаёт их улучшенные версии работникам полиции столько, сколько вы себя помните. Хотя из-за пьянства вы помните не так уж и много. Жизецкий. О, я, кстати, до бомжа не доёбывался. Нартуть. В скобчиках бухло. Болезни и нищета стали проблемой многих людей. Если раньше у них ещё была какая-то надежда, то теперь остаётся только пить и бродяжничать. Что, впрочем, чем-то похоже и на вашу судьбу. Догис. Эй, старичок, не подкинешь червонец на винишко? А то пивком в этот промозгладенёк не особо согреешься. Не дай погибнуть от холода, а, дядь. Кстати, у меня есть винишко, которое Сигал покупал для себя, но у меня осталось одно. Лыхны. Сигал обожает это вино. Говорит, потрясающее винишко. Дешёвое, отличное, качественное, потрясающее винишко. Правда, он его не выпил, вторую бутылку почему-то. Так. Я считаю, что всё, мне уже можно бухать же. Как бы, я снял плёнку эту ебучую, и брундук не перелез на жопу, значит, уже можно по-любому. Так. Я просто только сегодня увидел её, она спрятана, ухладили. Да, пролетели годы, и вдруг теперь узнает. Так. Задание. Номер один. Не так уж и далеко опять. Проблемой я бы уже взял, как бы, это винишко. Мне просто нужно в чате, чтобы вы подтолкнули меня на это. Что-то писали. Да, давай, нормальная тема. Почему бы и нет? Пива нету просто. И поэтому я такой, блин, винишко. Тем более, оно нормальное реально на вкус. Проблема в том, что у меня нет штопора, и мне придётся в ванной его открывать. А я всё время заливаю себя. Я всё время заливаю себя вином, если пытаюсь открыть вилкой или ножом. Кстати, на стримхате, когда мы были в том году, мы с Вайтрой пили винишко, короче. И тоже не было нихуя. Он открывал ножом, и он порезался. Пиздец. Жёстко. Я помню этот момент, как сейчас. Спасибо огромное, джестер, за переподписку. Трекер этим высором засорять не будем, а моча в чате удаляет. Пишите в личку, кому нужно это говно. Негативный какой-то, негативный днусьон. Задание продавца оружия номер один. Начинаем. Так. Блядь. Я не знал, я вообще не знал же, кого убивать надо. Смотрите, тир. Блядь, я не видел его просто, лол. Мне перезаряжаться надо. Пиздец. Стоп. Я просто не понимал, что делать. Сейчас всё будет идеально. Ебать. Ебать, их очень много. Как я их убью-то, лол? Он предвлежит 100 лет. Окей, сейчас будет более чем идеально. Тони Уиткетт, спасибо огромное. Спасибо большое. Блядь, я же нажал перезарядку, лол. А он быстро перезаряжается, кстати, достаточно. Блядь, Хасыгин. Блядь. Косыгин. Косыгин, блядь, ёбнутый. Сука. Да лол, их 500 человек, блядь. И, по-моему, просто, блядь, здесь, ребят. Так. Пиздец. Это рофл? Они бесконечно же будут, наверное. А! Да, блядь, да как так? Короче, у меня слишком большая сенса на мышке, похоже. Так. Надо поменять немножко. О! Нет. Во! Вот это идеально будет сейчас. Надо винишко ебануть немножко. Все. Сейчас будет ультра идеально. Нет, хуевая сенса. Плохо сделал, тупо. Ну, здравствуй, брат. Иди сюда! Спасибо большое, Марпл. Огромное спасибо за переподпись. Просто нужно молчать, блядь. Нужно молчать, сидеть, короче, две минуты и стрелять. Семь минут! Семь минут! Не, не может быть. Ебать. А! А! А, это две минуты. Окей. Ебать, он перезаряжается хорошо так. Ммм, с таким щелчком. Блядь, косыгин. 49 секунд всего лишь. Продержаться. Пока ноль дэмэджа получен. Там будет босс какой-нибудь интересный потом. В конце. В который в десять раз надо попасть. Ну, здравствуй, брат. Иди сюда, партия! Гачаплс, ну, здравствуй, брат Гачаплс. Спасибо огромное за переподписку, Дон Падрон. Ебать. Это было жестко. Гачаплс. Найс. Вам стал доступен Есания. Версия 2. Отлично. Стрел Белом Юре. То есть нам нужно ехать обратно в магаз или он уже у нас появился? Давайте заедем в магазин оружия. Хотя он, наверное, появился уже. Кто знает? Он стоит 250 баксов, anyway. Понял. Поехали домой тогда. У меня, блядь, денег нет. Кто бы винишко налил? Right now. Денег нет. 80 рублей. Только 80 баксов. О май гааш. Пепа, дэнс. Пепа, дэнс. Пепа, 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 дэнс. Пепа, дэнс. Пепа, дэнс. Зато у нас дом прям рядом с магазом, кстати. Хотя мне ничего не надо, по сути. Опять бурак. Привет, китай, take my cookies. О, кот пришел. Берти. Пчелик. 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 Дэ-дэ-дэ-дэ. Гачи-бас. Это Берти, да? Надо его посыпать. Чтобы он в камеру посмотрел. И он похуй стал уже, кстати. Берти, Берти. Берти. Его супер поебать на все. Так. Бомж пока что еще жив. Журналов тут новых нет. По-любому. А зачем мы вообще домой приехали? Спать? Или что? Да. Ага, вторая. Почему лысый? Потому что его постригли. Чтобы ему было прохладненько. Серьезно, журнал под мусоркой? В рофлите? Это неправда, по-любому. Обойди мусорку, мне писали. Это байт. Как ее обойти-то? Блять. Пиздец, я знал, что это байт. Окей. Поехали, наверное, на работу. В принципе, у нас все есть. Надо взять, наверное, новое задание и все. Вообще, нам могли бы и больше денег насыпать, блять. Мы убили какого-то сектанта жесткого. Хотя мы не должны были его убивать. Надо было его судить. Мне сказали, что плохая концовка. Но это опять байт. Так. Отдел полиции. Бля, он опять в жопе, в полнейший. У дерева возле доме журнал. Возле правой ножки мусорки. Да нет там ничего. Не могу в игре принять заказ на таксиста. Ну, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Нужно просто поехать сначала к нему, взять клиента. И автоматически возьмется. Спасибо большое, Солида. За девятый мейт. Спасибо за рождение, чувак. Так. Вот сейчас бы произошел какой-нибудь рандом-энкаунтер. Странный. Какая-нибудь шлюха там, допустим, на дороге появилась бы. Еще что-нибудь. Пока едем в другую часть города. На карту нажать надо просто. Ну да, надо на карту нажать, кто спрашивал. Просто доехать до Челика. Как думаешь, что не пройдешь игру? Ну, учитывая, что мы нашли уже журналов 5, а их всего 14, то может быть. То может быть. Только о шлюхе с Тиндера и думаешь. Вообще-то в Тиндере леди. Все мы знаем, что там милашки и леди. А шлюхи это шлюхи. Индивидуалки, как говорится. Так, налев немножко. Журналы посмотрим все потом, когда найдем побольше. Когда, может быть, все найдем. Ну, я, правда, все вряд ли найду. Без вашей помощи. Так. Нас похвалят. Нас должны жестко похвалить. Дукалец же должен просто обалдеть от нашей работы. О, это новый какой-то чувак. Кто это? Его же не было, по-моему. Хуй знает. Неизвестно, непонятно. Чем стоит возле нашего столика. Рабочего места. Молодец. Прекрасно закрытое дело. Я не буду говорить ничего о том, правильно ли ты решение принял. Я полностью доверяю тебе и знаю, что ни у кого из моих подчиненных нет такого чувства справедливости, как у тебя. Так что, хватит кошмарить несчастных сектантов. Пора тебе взяться за рыбешку попрупнее. Но учти, что крупная рыба хороша и нажориста, а в руках ее труднее удержать. Она скользкая и может больно ударить тебя хвостом или даже плавником. Хотя, не знаю, не уверен. Как ты думаешь, большая рыба может драться плавниками с человеком? Не знаю, я не люблю рыбалку. Может, перейдем ближе к делу? Только если хорошенько обдолбаться. Я, если честно, веган. Жду только петрушку, так что у меня не было возможности драться с рыбами. Давайте вот это выберем. Да, прости, что-то меня потянуло не в ту степь. Или лучше сказать, не тот пруд. Итак, сегодня у нас день поважнее. Миллионер Михаил Архангельский. Слыхал о таком? Если нет, то почитаешь о нем в компьютере. Он раньше занимался благотворительностью, помогал детским домам. Но недавно мы узнали, что в обмен на помощь эти дома отдавали ему по воспитаннику в месяц. Пиздец. Кроме того, он выкупал детей у бедных сладок населения. И также у тех, кто стал ртутным и собирался к депортации на Марс. Сначала было мнение, что он предоставляет этим детям хорошую жизнь. Но наш агент сообщил, что он этих детей убивал, сливал из тел кровь для каких-то опытов. Тела оскарбливал собакам. Мы поймали его, но потом выпустили под залог. Сам понимаешь, у него много денег и хороший юрист. Можно было бы забить на него, если бы он успокоился. Но вчера он снова получил в свое распоряжение партию детей. Это уже перебор. Плевок всем нам в лицо. Он забрикадировался в своем особняке. Его хорошо охраняют. Это будет тяжелое задание. Удачи тебе. Ну блин, да Йоси, шеф. Отпустить этого психа в залог. Хоть бы мне чуток денег оставили тогда. Так и чё? Он ничего не ответил. Просто нахуй нас послал Дукалис. Я просто хочу денег побольше, чтобы купить пистолет. Блин, нас просто нахуй... Нас уволили, походу. Пока у нас Чуханский, наш дефолтный пистолет. Михаил Цаплер. Михаил Архангельский, настоящая фамилия Цаплер. 46 лет. Темные волосы, зеленые глаза. 167 см, 83 кг. Особый примет нет. Миллионер. Сколотивший состояние на производстве картонных коробок с цинковыми принтами. Лол. Хардстоун. Характеризуется людьми как один из самых положительных олигархов нашего времени. Тратит большие деньги на благотворительность, много работает с детьми. С подчиненными ведет себя уважительно. Бизнес совершенно легальный. Достался по наследству. Среди вредных привычек увлечение вейпом. Не любит животных. Помимо основного бизнеса имеет сеть ресторанов нежное мясо. Женат, но жена пропала около 10 лет назад. Матвей, подойди. Нам нужно поговорить. А это усатый, по-моему, чувак. По-моему, это усатый коп. Которого мы уже видели. Да. Дружище, наслышан о твоих подвигах в первый день. Такими темпами уже скоро будем работать вместе. Послушай, эти два года без тебя были довольно тухлыми. Сам понимаешь, работа тяжелая. Иногда хочется пообщаться с кем-то, кто занимается тем же, чем ты. А знаешь, кого взяли после твоего ухода? Бабу! Злобную стерву, которая мужиков ненавидит. Представляешь? Может, она не мужиков ненавидит, а тебя. Такого, как ты, легкого изненавидеть. Она точно злобная стерва. Сарказм. Даже представить не могу. Женщина-охотник. Что дальше? Женщина-президент, женщина-ученый. Дикий век. Вот чё, сей. Серьезно. Даже представить не могу. Женщина-охотник. Че дальше? Блядь, можно серьезно и саркастично это сказать. Лол. Представляю ее голой. Хотя нет, я же еще ее не видел. Как она внешне? Так. В целом, она не так уж и ужасна. Хороша собой, работает прекрасно. Но что-то в ней есть странное, стервозное. Знаешь, такие, как она, обычно работают в секретных службах или в отделах внутренних расследований. Впрочем, пес с ней. Ты на ее фоне просто душка и выглядишь намного лучше. Нет, ты реально посвежел. Стал пить пять бутылок пива с утра вместо восьми. Давай это исправим, пока ты не встал на путь трезвости. Сегодня после работы в баре Билли Боб. Поговорим о работе, о жизни. С меня простава за твое возвращение. Ты как? Я как настоящий джентльмен от свидания не отказываюсь, Андрюша. Честно говоря, я подумал завязать, но на халяву не могу отказаться. Обязательно приеду. Если не выпью в компании с реальным другом, то снова придется пить с воображаемыми. А один из них лютый говнюк. Нормальная тема. Все, по рукам, до вечера. Удачи на деле. Если что нужно будет, звони, я тебя прикрою, как в старые добрые времена. Ну что, поехали на дело. Плюс бабки должны быть сейчас. Плюс пистолет новый. У нас есть аптечки. Можно купить еще одну, кстати. Можно купить еще одну. Хотя вряд ли это нужно прям совсем. Тем более, что мне тогда не хватит на пистолет. Так, душа FM. Интересно, новые песни будут появляться? Хотя вот это уже какая-то новая вроде. Поехали в особняк. О, он совсем близко. Купим на пестик, да. Вообще зря я купил, наверное, столько сигарет. Хотя они суперполезны. В любом случае пригодятся. Пчеловый музончик. А вот эта уже была, по-моему. Да там же можно станции менять, нет? Нет, тут есть, тут всего две станции. Одна ретро-вейлевая, другая душа FM. Хочется медленнее ехать даже. Интересно, а можно выбрать передачу, чтобы она, типа, просто медленнее ебашила? Вряд ли. Не, не надо поворачивать лол, я ничем ничего не повернул. Да, это опять цедебенка. Так. Мы приехали в особняк. Тут сейчас нас разъебать уже пытаются, наверное, сразу. Хэллоу? Молодой человек, если вы привезли новую порцию детей, то предъявите пропуск, который вам вручили при заказе. В противном случае уходите. Это частное владение Михаила Архангельского. Он не принимает посетителей. Любые попытки проникнуть на принадлежащую ему территорию будут расцениваться к вторжению в частное владение. Я буду вынужден открыть огонь. Вот мой пропуск, сукин сын. Выстрелить охраннику в голову. Ебать. Much pain. Слушай, дядя, иди к Росфорде решай, пока я тебе башку не отстрелил. Я коп. Любые попытки воспрепятствовать моему проникновению на территорию будут расценены мной как воспрепятствование полицейскому расследованию. И я буду вынужден надрать... Надрать в жопу. Ему в жопу, наверное. Бигмен. Спасибо огромное за восьмой месяц. Надрать в жопу. На. Разъебан. Плиз. Что-нибудь. Так, главное не прибыть журнал. Грязный извращенец. Па-ра-ра-па-па-ра-па. Крипи. Надрать в жопу. В этом месте все указывает на то, что хозяин особняка... Мин. Спасибо огромное за подписку, Мин. Спасибо, чувак. Хозяин этого особняка очень богатый человек. Честно говоря, вы даже предположить не могли, что в такое суровое время можно настолько шикарно жить. Очень странно, что изнывающие от бедности и болезни люди никак не реагируют на такое богатство, расположенное у них под боком, и продолжают воровать друг у друга в трущобах. Мяу. Клик, 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 клик. Так, уже начинается ебашилово. Жесткое. Надо накуриться. баф имеем пиздуем и не нажимается здесь почему-то тут нажимается ебать у него калаш а у этих человек в дубинке он ли похоже пистолет и не поменял потому что денег нет на вторую на пизда ты блять я застрял в мясе в детях надо челиков на калашах убивать сразу очевидно же 95 т.п. они более жирные кстати ой блять 90 он не умирает он просто супер ультра мега жирный этот моб надо выстрелить не раз в 70 кп лол ну ладно две аптеки на все они хотел бы тратить так на хп ебать он никогда не умрет похоже он просто никогда не умрет на из минус один я вместе блять сигареты прошли пиздец мне нет мы победили все челики на калашах сдохли кидай гранату на где вряд ли сука и нужно убежать от них мне кажется они дамажит очень сильно дубинками и все они разъебаны ну все я промахнулся блять fast но ты ров лишь пиздец четыре раза в него стрельнул блять 20 хп осталось эти нас три аптечки дом что 2 отлично отлично плюс хапулина жалко что дропа никакого нет было бы как в языке типа какие-нибудь место на уровне с сундуком там с каким-нибудь бафом там прикольного леди бафом наоборот но забавно блять я не могу сюда нажать чё за бред почему тут нажимается е ствол надо было поменять у меня нет денег и зашел блять я забыл я хочу назад съебываю пиздец мне пиздец я долбоёб я забыл покурить я забыл покурить блять я забыл покурить я забыл покурить пиздец пиздец ебанатка блять пиздец скелет а я в говне я меня убили просто пиздец окей ладно рестарт я просто забыл курить и все антифан ю дай мне сейчас я буду курить по кд забыл курить и умер до сигареты олпи red desert берти 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 блять я патрик я патрик блять все нормально пока 0 дамаджи получено 0 дамаджи надо чтобы чуваки не подошли не уебали на 15 они сейчас уже подойдут и уебут нет все замечательно блять получил дамадж стреляй да почему так быстро стрельнул 70 по пиздец по похуй в тот раз у меня 20 осталось так что значит идем все равно неплохо минус тут уже изи всем а я еще и попал в него но все бичей мы точно убьем легко главное убегать от них нормально не подпускаю к себе я подпустил себе пиздец блять чуть не получил дамадж они еще очень жирные пиздец косыкин блять кстати мне кажется что можно было бы вообще весь геймплей здесь блять минус 15 ну пиздец ну пиздец весь геймплей увеличить скорость его раза не знаю полтора может быть даже несмотря на сигареты медленно достаточно все происходит такой сморчил блять тут очень сложно потому что лол вы чё думаете легко блять все сделать это пиздец как пиздец как сложно невероятно сложно невероятно гитман читы подрубил это все понятно это все супер легко все супер ясно так надо курить обязательно курим блять бляне придется еще одну аптечку и башить похоже про чек и коврик в нижней полке наличие журналов сейчас честно сигареты кончится и все просто пиздец будет поэтому нужно срочно уничтожить челиков на калашах потому что без сигарет здесь я только яйца могу полизается все блять быстрее в итоге убивают узнает кого блять о минус один плюс минус 2 блять я по еще все заебись теперь можно и без сигарет обойтись сука блять они догоняют меня просто они идут почти так же быстро как и я без сигарет кстати их сблизи легко убивать но но нет нихуя отход блять быстрее перезаряжайся лол ну ладно похуй мы сейчас убьем сидим аптечку плюс потом сигареты пиздец я сейчас умру нет я сейчас умру лол я у просто умру час я умираю блять но хуеть теперь но если они пошли по-другому мне нужно срочно убежать от них жестко все супер сильно убежал нет да вот я супер сильно сейчас убежал последняя надежда хорошо провести вечер на тебя сгорела видеокарта сижу на встроенный упаковая как-то скучно спасибо огромное за рыбался но я не умею не умею весело не умею веселить так сказать я специальный стример чтобы ко мне заходили люди говорили ебать как уныло нахуй и чтобы можно было на любой другой стрим на свете перейти и сказать да неплохо у меня не такой уж плохой вечер кажется ожидается я занял эту нишу так сказать все разъебали всех в аптеку только не в чате конечно это писать это подумать можно потому что если в чате такой писать то можно схватить бан перманентный могли бы не кричать иногда срывают сожалению видимо правая дверь доступна теперь и бать мне только одна аптечка осталась охуеть ну ладно курим но есть хотя бы понятно во что можно врезаться блять я обязан пройти нормальный этот момент обязан под ковриком посмотри полка чаще 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 вернемся туда любом же можно будет вернуться отход отход наверх хорошо идеально перфект ли щит давай блять отойдите отсюда отходи отходи хорош когда он сдохнет уже пиздец отход отход сразу найс минус один но минус 2 должно было быть сейчас быстрее блять у и минус еще один бич а я застрял блять если бы не застрял было бы идеально просто было бы супер идеально но хотя бы сдохли все челики на автоматчиках пиздатый выстрел кстати топовый так окей нам нужно переместиться другой угол нет снюс я вытащил конечно нахуй надо его держать так долго я бы в обморок упал наверно кстати я бы нет я бы понял если бы блять пиздец если бы снюс был запрещен я бы понял я не курил траву не рассказывали об ее эффекте но снюс по рассказам жестче даже чем трава мне кажется ну по рассказам так что я бы реально не удивился если бы запретили просто пиздец какой-то мне кажется он и был запрещен нахуй его разрешили-то блять хотя может от меня только так вкрывает из-за того что я не курю сигареты и ничего так йоу йоу мистер минус последний бич остается блять мне нужно просто пистолет новый купить у тебя же бон квартире трофлишь от вазы говорят что те кто курит для тех кто курит хуйня ну вот наверное блять с этим и связано так еще нужно здесь чекать просто нельзя выбирать курсоры другие в уровне со стрелушками просто невозможно это иконы где взять и просто магазин продуктовым купил я всегда думал что он запрещен нигде не продается кстати мне пиздец нет супер ультра мега пиздец но я захожу такой в магаз продуктовый хуяк с пятерочки можно купить в дикси мне нужно покурить срочно быстрее кури блять быстрее кури классные боятся отличная идея была тут стать курить и батя заново все заново абсолютно да все абсолютно заново я забываю покурить всегда я пошел вино открою и невозможно потому что без него сейчас будет выжить тюри 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 тюрю спасибо в год спасибо большое пати нормально не он норм он даже не слез он не съебался никуда он спрос смотрит смешно в своей шапке мыши бурундук смотрите на него такой он милый хороший смотрит на вас здравствуйте я мистер бурундук с лицом покчампа ща приду мне только нужно открыть милый хороший смотрит на вас и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 но он умёртв. Нет, ты меня не ударишь. И так много хп ещё у нас пока что. 60. Ебать! Нет, сейчас курить точно не нужно. Они меня просто отхуярят в этот момент. Так, блять. Косыгин сраный. Ебать, быстрее! Быстрее, быстрее! Да пошёл ты, Ванус! Я, блять, далеко стоял от тебя, лол. 45 хп уже, ну пиздец. Ну лан, придётся я не в аптечку хавать теперь. Найс. Всё, победа. А про какие вы говорили шкафчики, что в них есть журналы? Что он будет искать? Хавать аптечку или нет, как считаете? Я считаю, что надо. Да, давайте выйдем пока что. Так, сначала налево. Надо хавать, иначе всё опять заново будет. Заново, заново, заново. А не весь самое главное, это, конечно, курить. Чё? Не, по-любому здесь нет журналов, чуваки. Тут нет просто возможности курсор поменять же. Цигареты. Раньше туда было нельзя, может, сейчас можно. Хуй. Быстрее. Быстрее. Раз. Да, жива. Ебать. Быстрее от этого дурака убегаем. Концентрэйшн. Отход. Блядь, застрял. Один чувак меня сейчас разъебёт. Разулю. Пидарас. Обошёл меня, блядь. Просто невозможно было задоджить, guys. Вот это можно было задоджить. Быстрее, 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 пока нас не обошли. Быстрее, 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 пока нас не обошли. Минус один. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо. Блядь, и сейчас то же самое. Такая же ситуация. Сигареты сейчас закончатся. Быстрее убиваем этого парня. Нет, блядь. Скелетик ебучий. Последний патрон. Блядь, он не умер. Быстрее, блядь. Не догонишь. Пошёл нахуй. Найс. Найс. Успеем? Да. Блядь. 55 хп, мне всё равно нужно будет хилиться. Как мне так быстро хп, блядь, снимается? Какого чёрта? Успеем. Успеем, успеем, успеем. Найс. Последний патрон только еле он. Если аптеку хавает инстантно, хавает... Не, не инстантно, а также стоит и тупит 5 секунд где-то минимум. Как и с сигаретами. То есть невозможно это сделать, наверное. Так. Блядь. Блядь. Можно было бы в полтора раза минимум увеличить скорость вот этих вот боёв. Хотя меня бы тогда убивали чаще, но выглядело бы динамичнее, мне кажется. Может, можно скорость игры увеличить в настройках? Так, 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 блядь. Нет, 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 не еди нахуй. Нет, блядь, да ёбанное мясо! Ай, 40 хп, похуй уже, похуй уже, пускай пиздит даже нас. Потому что, anyway, необходимо схавать аптеку. Найс. Был чит меню. Всё, 40 хп имеем, отлично. Главное покурить. Сиди в том числе ускоряют время юзания бустов. Можешь курить следующие, пока ещё не закончились сети. Нихуяся. Интересно. Так, хил. Интересно, Форсена не забайтили играть в эту игру? Или он начал банить всё-таки всех людей Риля? Которые просили его это сделать в чате. Так, идём к дуракам. Обходим всех. Всех стакаем в кучу. Блядь, получаем 15 демоджа. Нет, не получаем. Всё, заебись. Быстрее, быстрее, быстрее. Идеально проходим здесь. Ещё немного. Ой, хорошо. Блядь, за этой штукой можно прятаться, кстати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сука. Форсену же покурил. Блядь. Нужно будет попробовать покурить сейчас, когда действие сигарет будет заканчиваться. Ой. Да умри, заебал. Найс. Сейчас попробую покурить. Вот за этой хуйней. Курю. Ииии. Меня пиздит, как собаку. Блядь. Нахуй я это сделал. Всё, больше не буду это делать. Но зато мы сейчас по-любому в игре. Блядь. Он курит 300 лет. Зато этих супер легко убивать, конечно. Без автоматчиков, когда они... Одна аптечка осталась, охуеть. А здесь ещё две двери куда-то ведут в разные стороны. Точнее, одна дверь появилась, новая какая-то. Ой. Блядь. Это уже не хп. Пиздатый косыгин. Ебануться. Ласт. Мимо. Омега лул. Окей. Я не знаю, что за этой дверью. Наверное, какой-то босс или что-то вроде того. Давайте похилимся опять. Аптечек нужно больше покупать с моим уровнем игры. Некачественным. Съели. Сигареты обновляем. Врываемся. Я только что здесь был? Нет. Тут меня не было. Бля, я Патрик. Быстрее в другую часть комнаты. Эта хуйня спасает? Неважно, их слишком много. Чтоб спастись. За такой штукой. Блядь. По-хорошему, надо, конечно, одного челика выделять и стрелять в него, но... Они все одинаковые, непонятно. Я просто стараюсь попасть в кучу, блядь. Минус. Пиздец, ёбаный Косыгин, блядь. Как такое возможно вообще, в принципе? Но, приятный Севалуар, СГС Джуэго... What the fuck? Ебать, я никогда не умрую просто. Окей. Стоит только покаркать немножко. Пиздец. Нет. Нет! Косыгин. За этими штуками реально можно прятаться. Блядь. У меня не получилось. 70 хп. Ноль аптек. Ноль. Ноль аптек. Ноль. Ноль, друзья. Ноль. Хули мне делать на боссе, если он тут есть? Хули мне делать на боссе, если он тут есть? Хули. Курим. Вот есть босс с золотым калашом, блядь, гоняет. Ну всё, я в говне. Пиздец. Я никогда в жизни не пройду этот уровень. Никогда в своей жизни, блядь. Мне просто нужен был уже новый пистолет, а я проебал деньги, блядь, на какую-то мочу. Так. Так. Хотя хуй знает, может шанс есть. Нет, вряд ли. У меня сейчас сигарета закончится, и я в таком говне буду. Оооо, в невероятном говне, блядь. Блядь, умрите, заебали. Нужно обычных серых убивать. Ипоте никогда не умрут, никогда! Ой, хорошо! Минус два просто. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 отлично! Бледь, косой. все блять это победа на наверное и так смешно ходит разные стороны хоп наебал если встану курить то все пиздец блин а может было бы реально взять коллаж да и невозможно нет и бать она жена r но они врезались своего друга или фонарь ничей нажал на r хотя хотел нажать на е и бой михаил цаплер говорит послушай ты я знаю кто ты ты ветров мои люди участке сказали что тебе дали мое дело я читал твое досье ты же сам потерял жену из-за болезни эти дети я убивал их не ради удовольствия они живут внутри моей вероники или вороники виде крови видим мясо она заболела 10 лет назад надежды не было никакой только ртутное переливание но я не такой я не преступник всю свою жизнь я честно работал и обеспечивал честной работой других людей при этом что многие работяги опускались несмотря на то что я хорошо им платил один из таких пропивал все деньги которые заработал я узнал что он решил продать своего ребенка чтобы рассчитаться с долгами зато его мясо которое я и скормил подействовала моя жена она уже была овощем могла только жевать но после того как она проживала и съела мясо этого ребенка она стала сильнее это работает честное слово уже 10 лет я кормлю ее вливаю ей кровь детей и она до сих пор жива да она по-прежнему может только лежать и жевать но теперь она еще иногда мычит и показывает мне два пальца когда становится голодный неужели ты считаешь что это не стоит того неужели ты бы не стал делать что-то подобное ради своей жены если бы знал что это продлит ей жизнь кстати хуй знает если она лежит и реально мычит просто зачем такая нужна кстати да фак а дети они они обречены их продают добровольно детские дома нищие семьи на всех детей есть договора договоры я не нарушаю закон те кому они принадлежат доверили их судьбу мне оставь мне жизнь ветров я думаю что еще немного детского мяса вероники станет лучше пошел ты нахуй давайте убьем его потому что если мы отправим его на суд то он заплатит там денег блять похуй но просто вернется через минуту иногда я могу задуматься о невиновности человека но ты просто конченый урод если я не убью тебя сейчас то еще не дай бог те лечиться отправит а потом выпустят кстати да ветров почему него почему ветров ветров правильно как роза ветров тебе правильно же на последний слог всегда петров ветров че за бред так раз они сами отдавали детей то не вижу в чем-то виновен да пошел ты в пизду блять это как блять талоны нах раздавали в девяностых хоть хуйню векселя или чё там как это называлось говно а потом люди спускали от просто не знаешь что это такое вообще в принципе вывелов забейте хуй короче так до ваучера геннадий ветров геннадий ветров кстати реально в аншлаге не могут ошибаться короче давайте разъебем его может быть пошел нахуй через калашом золотым бегает здесь какой он хороший человек блять вот золотым калашом ходит блять все в доме это бред полный никаких оправданий пошел в пиздень так бабла у нас насыпала триста тридцать долларов на свободе я вернулся домой и чем больше действует вино чем сильнее тем сильнее нравится эта песня и и шашки иногда лепили нарды пости ехали сюда катали щетки и мы раскатали на спине у капана но пролетели годы и вдруг теперь узнал я братку всей нашей банды давно в живых уж нет всем брить твою по горлу а в рот ложили щетки те щетки чтоб катали на капа на спине зазвенели капели капели че звенишка я покажу это реально музыка из игры да это сегаловское вино он его пиарит жестко за целых ный продукт абхазии кстати любимое вино сегалом просто обожает его настоит четыреста трэблсов 450 полдит что для вина не очень жестко прямо скажем прямо скажем мало мало так доезжаем до оружейного и может быть там продадут новый пистолет боевой показывать будешь ли как патрик пропущу нас видеть так мы уже нашли некоторые человек смотреть постоянно хотя бы все собрать сначала так ебать оружейник фараон нам ничего нового не скажет бомж тоже наверное я уявил мы выполнили твое задание на пробожок морожен магазин прежде чем приступить к покупкам я хочу предложить и сделку опять ты чаров лишь опять сделка ну ладно давай я думал что мне уже продадут просто видимо это еще какой-то новый пистолет которого я даже старый не видел ветрянка премьера детский спектакль все что связано с детьми всегда немножко пугало современные и воспитанные в этом суровом мире дети интересуются в основном насилием болезнями уколами сортирной тематикой так что и представление для них делают соответствующие реклама очень удобных спортивных кроссовок говорят что в них любил ходить бывший президент но вам никогда не нравился этот клоун при кроссовкам вы предпочитаете туфли беги от смерти антилопа журнал нет это трофл журнал это ошибочный адрес преступника так задание номер два ну просто по прямой заебись кейкул в чат кейкул в чат на ровне не таджик не знаю сколько еще будет сюжет посмотрим я думаю что немного мне кажется часа два максимум вряд ли он супер долгий так плюс задание бля я хотел хотя бы старый может быть пистолет купить мне кажется меня сейчас выебут здесь просто а лол это же то самое дерьмо с убийством в тире прикольное прикольное блядь смотрите ферст рай сейчас будет тяночка уже сложнее конечно тут этажей больше прикольное щелканье блядь щелк ебать косыгин профл там 50 человек появилось сразу бля бля хочется кашлянуть я подавил свинишкам бля невозможно кашлянуть меня убьют тогда лол прикольно умереть было бы так бля пока меня ни разу не задамажили даже между прочим вроде бы ебать раз пиздец ебать нет о бой стал доступен сиза мод изи мод типа номер два каеф чё поехали покупать его хотя возможно он стоит 500 баксов мне кажется не меньше каеф каеф прокашлялся душа fm игра за 500 рублей да игра стоит 599 рублей даже я купил за 530 рублей плюс скидка точнее 599 плюс скидка блядь я проехал один поворот трек прикольный не слишком для дохуя стоит это непотребство хуй знает эта игра даже если б здесь жопа была на экране я считаю что можно было бы ее продавать за тысячу rebels anyway это же илья создал все должны купить я считаю абсолютно каждый человек типа блядь это чудо что здесь что то есть кроме жопа на весь экран он мог просто жопу добавить и всем нужно было бы это купить вот есть какая-то игра лол покупайте вы обязаны вы обязаны тыри ты тыри было бы еще больше музыки не хватит пить вино пьется как сок да было бы треков побольше можно и потом появится но это очень вряд ли просто какие-нибудь бесплатные треки хотя бы тыри 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 ты тыри тыри ты предзвизи вульф и так оружейный магазин бля чес оружейник опять нас пошлет куда нибудь нахуй на новое задание hello hello алиста версия 1 у нас добро пожаловать в список оружия сиза мод да он стоит 300 баксов блять то что надо стоп а какой у нас дэмэдж алиста как понять а у нас дэмэдж 5 я помню а он на дамаже 20 шанс крита 7 у нас шанс 2 блять 2 2 а здесь 7 охуеть увеличить купить да о еще и старая можно продать бой и 80 рублей у нас осталось плюс аптека плюс одна аптека го на выход так блять новое оружие нам даже аптека нахуй не нужна с новым оружием великим только где магазин теперь кстати может быть пиво хилит лучше чем аптека я не знаю я патроны не купил тут нужно патроны покупать да вы рофлить и не может такого быть блять 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 да не может быть по любому не нужно покупать патроны они бесконечные должны быть а вот блять почему всего 10 патронов лол нет дефолтные должны же быть блять вы зарофлили блять дефолтные должны быть по-любому мне нужно аптеку одну купить наицепет супер патроны нам они не нужны так дефолтные по-любому есть бесконечные а тут всего двадцать можно купить они супер дорогие к тому же нам нужна аптека иначе будут сосать каждую секунду Чакни обгрейды оружия Да ну в пизду, не хочу больше ничего там чекать. Магазин довольно далеко, кстати. Ну, едем по хуй. Винишко. Правильно нормальная винишко, кстати? Уху, если. Как будто Ляп Струбецкой. Или Стрикала. Как же прикольно было бы, если бы Стрикала сейчас заиграл. Ушатался с двух бокалов. Но это же вино, оно жестче, чем пиво. Всегда. Вино лыхны называется. Так, здравствуйте. Мне нужна одна аптечка. О! Я почему-то думал, что она стоит 70 рублей. 70 долларов. Тогда можно купить две, заебись. Thanks. Стоп, а сигареты сколько стоят? Семь. Пачку сигарет возьмем. Ну, если есть в кармане пачка. Окей. Поехали теперь в бар, потому что нас там ждет усатый парень. Ебать. А можно я еще позажигаю? Это же Волга. Ебать, чуваки. Охуенно. Мне нравится. Балдеж. Мне нравится звук. Что у меня была... Не, я уже давно видел, что это Волга. Просто она реально долго зажигается, все время долго заводится. У меня была Нива 1904 года, она так же хуево заводилась. Ну, честно, она... Чаще она не заводилась, наоборот. Так. Вар. Ебать, ехать вообще одну секунду, одну секунду, одну, одну секунду ехать. Уже приехали. После какого бокала пойдешь соседа пиздить? После вина не пиздишься соседом. Другим чем-нибудь занимаешься скорее. Йоу-йоу-йоу. Так. Сигал сидит, гопник. И плюс усатый парень. Плюс... Нет! Нам не удалось обновить Windows, так как устройство было занято за планированное время. Подождать час. Ёбаный Windows! Похуй подождать час. Ёбаный Windows! Подождать час или перезагрузить сейчас? Ебал, дремал. Зачем-то это надо вообще, пиздец. Когда захочу, тогда я обновлюсь. Что за бред? Что за бред, ёбаный, блядь? Он заставляет обновляться. Помните, как Кекс выкинуло, нахуй, из пубга, блядь, на турнире? Такая же хуйняка, просто бред какой-то. Я не понимаю, почему какого-то чёрта. О! Погода говно сегодня. Впрочем... Это мы, типа, справа сидим. Я уже не помню, когда она была нормальной. В детстве вроде. Это Питер, потому что... Хотя, блин, может, так просто кажется. Так задолбали эти тёмные улицы. Это депрессия, эти ублюдки, которые тут живут. Убийцы, мутанты, барыги, ртутные. Столько заразы кругом. Как думаешь, у нас ещё будет шанс? А у обычных людей? Думаю, что нет. Люди долго шли к этому. Деградировали, разлагались. Назад дороги нет, только вперёд. Внук сербу, самый настояющий. Третий месяц подписывает. Спасибо большое. Стал собачкой. Всё будет ещё хуже. Второй вариант. Может и есть. Но не обычных людей, а у тех, кто стремится что-то поменять. Не гнить в этом болоте, а вырваться. Я уверен, что есть места, где ещё видно солнце и слышен детский смех. Нам-то что за обычных людей? Наша задача судить этих людей. Убивать ртутных. Если всё станет хорошо, все станут зайчиками. Придётся работать говновозами. Пусть всё будет так, как есть. Я люблю депрессуху. Говновоз, говновоз, говновоз. Как бы ты ни был, я к тому, что порой руки опускаются. Думаешь, а делает ли моя работа этот мир лучше? Такое чувство, что всё это херня. На место одного ублюдка приходят 10 других, а хорошие люди только страдают. И нет конца этим страданиям. Как думаешь, там на Марсе, во внутренней зоне, где все ртутные богачи. Там круто? Спасибо большое, идея за 70 рыблсов. Когда будет встречаться с Кфабае. Типа прикольно же. Будешь как Гумбурт Гумберт. А она лолитой. Скучно пиздить сейчас на Твиче. Всё просто сидят на жопе. Ничего не происходит. Хуй знает. Недавно делал татуировку на стриме. Такого ещё не было. Было. И сделал брундука смешного. Значит, ничего не происходит. Произошло это. Спасибо большое за 70 рыблсов. Так. Не в конце этим страданиям. Ну, здравствуй, брат. Факвелл. Спаси большое, Факвелл. Второй месяц. Как думаешь, там на Марсе, во внутренней зоне, где все ртутные богачи, там круто? Вдруг там всякие тёлки с тремя сиськами и стриптиз танцуют. Я все время забываю, как называется фильм со Шварценеггером. Есть два фильма со Шварценеггером. В одном он забыл. В одном он исчез куда-то, а потом приходит домой, а там ебут его жену. И есть ещё вспомнить всё. Возможно, это оно и есть, кстати. Total Recall. А есть ещё какой-то фильм со Шварценеггером. И он... Почему-то я всё время путаюсь с ним, короче, хз. Фонтаны всякие бьют такт музыки. Спасибо большое, Кири Харт, за подписку. Стал зверушкой. Ходить научился. Лёдя Богданов, чат плец. Кого он имеется, конечно. И нет всего этого дерьма, которое есть тут. На Марсе нет дерьма. Он целиком из дерьма, дружище. Это красный камень из дерьма, вокруг которого дерьмовая искусственная атмосфера. Которая дышать так же трудно, как школьнику, который душит себя во время анонизма. Кстати, вы пробовали этой хуйней заниматься? Мне кажется, это страшная хуета, если честно. У меня была тянка, которая просила душить её ремнём. И я, короче, начал душить её ремнём, а потом испугался. Подумал, а вдруг я убью её, нахуй, сейчас ремнём просто сдушу. Ну, это ладно, похуй. Может быть, если у людей есть деньги, они из говна конфетку сделают. А, может быть. Если у людей есть деньги, они конфетку тогда сделают, да. Полагаю, что и на Марсе это возможно. Но нам-то что? Мы не ртутные, не богачи. Нас туда никогда не пустят. Где ты её закопал? Нет, это не я, как бы, говорю, давай я буду душить тебя ремнём. Она сама говорит, души меня ремнём. Я начинаю её душить, и мне страшно становится, говорю, не буду, иди нахуй. Не надо, не надо, нет. Поэтому это проявление омежности. Я всё ещё жду, когда мы сможем покорить другие планеты. Я уверен, что в космосе есть места получше. Там и четыре сиськи могут быть, не то, что на три на Марсе, блядь. Так. Мне понравилось про дерьмо из школьников с инонизмом. Ты прав. Хрень это всё. Я стараюсь не унывать. Просто поводов для радости в последнее время маловато. Сначала лысеет начал. Потом эта сука на работе появилась. Ещё шеф что-то совсем плохо стал. Как начнёт задвигать прорыбу, так хоть стой, хоть падай. Мне кажется, он стал что-то употреблять. Сукин сын всегда весёлый, а я вот что-то приуныл. Не знаю. Я бы не смог подумать, что Дукалис стал что-то употреблять. Да, раньше ты был повеселее. Может, это осень сказывается? Или... Тебя и правда трудно узнать. У тебя, походу, возраст такой, когда становишься унылым пердуном. Найс. Может быть. Слушай шутку. Знаешь, сколько нужно ртутных школьников, чтобы сменить лампочку? Да, как раз думал, что мне, блядь, сейчас не хватает. Твоей шутки. Один. Но он лопнет, когда лампочка загорится. Ха. Прикольно, как градусник. Окей, круто. Ладно, уже поздно. Послушай, было приятно посидеть с человеком, с которым когда-то работал. Да, времена сейчас не те, что раньше. Но, думаю, с твоим возвращением все постепенно наладится. Со стороны может показаться, что ртутные уже не те, что раньше. Что больше нет богатых, хитрых уебков, которые живут среди обычных людей, убивая их. Но это совсем не так. Так, те бомжи, что сейчас делают себе подпольные операции, они не так хитрые, но довольно опасны. Они не ядовитая смертоносная пуля, но весьма вонючая, огромная затычка для жопы, примазанная острым кетчупом. Такое трудно не заметить, и она будет мешаться, пока, наконец, не окажется на Марсе. Разруливай мелкие дела, чтобы поскорее попасть к нам в отдел. Я тебя быстро введу в курс дела. За тебя, дружище. Не надо меня никуда вводить, я сам веду себя куда надо, Андрей. Надеюсь, до этого момента недолго осталось, соскучился по настоящей работе. Окей. Хочу новую локацию, чтобы были новые журналы. Было бы клево. Я забыл, как пиздил Андрюха, артист. Напиши в чате, как он разговаривал. Опиши. Так, заводим машину. Покажи журналы. Давайте посмотрим, пришло время, возможно. Мы собрали раз, два, три, четыре, пять, шесть журналов. Первая. Лэри. Тыгерь хлещешь из бокала для вина. Это вино. Вторая Лэри. Натали Мур. Вот ее я точно знаю, что это Натали Мур. Скума Кэт. Я не знаю. Похоже на Дринейку. Так. Пять. Это Натали Кош. И... Тоже не знаю, кто. Сами ставьте оценки, друзья. В чате. Рисунком, разумеется. Не леди... Не женщинам. Вот как он разговаривал. Там Паша Техник. Я уже открыл. Я уже открыл на фоне и вижу, что там Паша Техника. Было бы неплохо, кстати, если бы у меня получался голос Паша Техника. Продолжаем. Куда мы можем поехать? У меня пять рублей, кстати, в кармане. Домой, может быть? Поехали домой спать, наверное. Заебались работать уже сегодня. Можно, блядь, работать. К сожалению, придется разворачиваться долго. А что поделать? А что поделать? Дрова. Давайте поменяем радио. Открытый мир? Ну, нет. Просто едешь на задание куда-нибудь. Было бы так клево, если бы рандом-энкаунтеры появлялись какие-нибудь. Вот сейчас прям. Если появится хоть один, то я охуею. Обновить сейчас винду, она вырубит тест-стрим. Она вырубит стрим через 40 минут уже где-то винда. Нахуя они это делают? Я не понимаю. Или мне сейчас придется обновляться, чтобы проконтролить все это. Меня Берти все уронил, нахуй. Она еще сто раз спросит, прежде чем вырубит. Ну, хз, хз. Мне кажется, она просто по факту, блядь, возьмет и вырубится к хуям. Убери там флажок, еще 30 дней она тебе даст. Еще посмотрим, может быть. Так. Пойдем домой. Сейчас в доме что-нибудь происходит. Нет. Спокойная хатка. Третья глава. Зашумели метели. Измени время активности. Я уже менял сто раз. Она меня уже нахуй посылает, просто говорит, блядь, пошел к пизду. Мальчик. Я, блядь, обновляюсь. Мне уже поебать. Журнал на столе? Не, мы уже тут собирали. Так. Отдел полиции, наверное. Го туда. Ебать, он так далеко. Едем. Нам ехать до самого конца, а потом направо. Интересно, а что будет, если я буду ехать просто вперед? То есть, я не буду включать поворотник, и что, мы улетим куда-то? Кстати, карта из GTA. Из GTA 3. Или нет? Или GTA San Andreas. GTA San Andreas. Будь аккуратен, съебучи обновы. У меня она сломала USB микрофон. Починяла только откатившись обратно. Я бы вообще не ставил ее. Нахуй она нужна? GTA 2. По-моему, похоже очень на San Andreas. Я не буду сейчас ничего нажимать. Куда она повернется? Сама направо? Она повернула налево? Нет! Нет, ебать, она повернула налево сама. Блядь. Да, лучше так не делать, короче. Так, PS4 обнову просит, которую раз в год запускаешь. Да, блядь, она... Потому что каждые два дня выходит обнова на PS4, и ты ни в одну игру не можешь поиграть. А если не обновляться на Windows, то похуй вообще. Можно во все что угодно играть, залипать. Что хочешь делать? Just updated, lol. Ну что ж, ладно, мы развернулись здесь. Не все так плохо. Просто едем по прямой 100 лет вниз. И потом ворачиваем налево автоматически. Врун. В смысле, врун. У тебя вов в столице чат норм был виден. Ну да. Ну вроде да. В смысле? На Elysium, что ли? Вроде нормально. Вроде все было норм там. Превосходство пикаба и RD. На PSN раз в месяц, а внову дай бог выходит. Хз, мне кажется, я каждый раз, когда запускаю PSN, там выходит обновление, блядь, на 500 мегабайт. Так. Next песня, как она будет звучать. Внимание. Я даже помедленнее буду ехать. Как она будет звучать? Как она будет звучать? Почти доехали до участка. Налево, заебись. Я успел, Ворн, включить поворотник. Начнись. Начнись. Она не начинается. Поэтому просто вперед. Йо-йо-йо, полиция, блядь. О-о-о, тут рыжуха появилась, гайс. Пойдем сначала к Дукалису. Отлично. Я рад, что ты так быстро решил вопрос с Архангельским. Если так же справишься с сегодняшним делом, начнешь работать по вопросам ртутных. Еще пока не охотником, но уже практически по профессии. Но это только если справишься. Если допустишь ошибку, то снова станешь таксистом. Почему таксистом? Ты уверен? Может быть, мы другую работу найдем? Мне нравилось быть таксистом. Всякое лучше, чем расследовать дела об расшлененных детях. Твой сарказм неуместен. На самом деле, конечно, никаким ты таксистом снова не будешь. Просто дадим тебе другое дело или типа того. Да лучше бы ты снова все разрулил в лучших традициях Матвея Ветрова. А тебе уже начинают говорить в участке как о возвращающейся легенде. Сначала думали, да, этот старпер ни на что не годен. А теперь пошел другой разговор. Этот старпер еще на что-то годится. Короче, я знаю, что женщина для тебя тема трепетная. Поэтому даю тебе задания, связанные со шлюхами. Ты ведь всегда был галантным человеком. Всегда старался не давать в обиду слабых. Со своей женой познакомился, отбив ее от гопников, так? Ветров, чуваки, как Роза Ветров. Пафоснее звучит гораздо. Вавилов звучит как понос. Вавилов норм. Сносно. Ветров звучит как шляпка. Ветров. Как Роза Ветров. Очень красиво и пафосно.